Давайте поговорим немножко о характеристиках пульса. Кто-нибудь из вас владеет пальпаторной пульсовой диагностикой? Из слушателей? Научиться этому просто. Ничего тут сложного нет. Только нужно затратить совсем немножко времени. Сколько, чуть позже скажу. И вот один из классических трудов, признанных в мировом масштабе, который прописывает некие основы и каноны пульсовой диагностики, называется Йократ Накар, который цитирует в своей книге, в свою очередь, Васан Плат. Четко указывает на то, что если вы правильно поставите пальцы рук на лучевую артерию, то под указательным пальцем у вас будет возникать пульс, связанный с фата-дошей, и будет говорить об ее состоянии под средним пита-дошей и под безымянным капха-дошей. Мудрый, то есть он обращается к врачам, должен знать об этом. Вот, собственно говоря, ключ к тому, чтобы научиться. И когда мы были в Индии на конгрессе, в августе, в мировом и юридическом, и к нашему стенду подходило очень много юридических специалистов, они практически все владели вот этим начальным уровнем оценки Маха-дош. Но немногие, и нас это очень удивило, немногие владели более глубоким уровнем анализа. Что это за другой уровень анализа? Вот здесь как раз на рисунке показано, что если вы ставите пальцы таким образом, что указательный становится ближе к кисти, в середине, а безымянный ближе к сердцу, то есть более проксимально, а указательный более дистальный палец. Это вот и есть правильная позиция пальца. Можно, в принципе, прощупать, услышать пульс, связанный с Маха-доши. Так вот, нюансы, которыми владеют даже в Индии не все специалисты, заключаются в том, что диагностика по пульсу, по пальпаторному пульсу, включает 7 уровней. И примерно на каждый уровень, чтобы в совершенстве им овладеть, нужно немножко, всего 7 лет. 7 уровней, 7 лет. То есть нужно всю жизнь посвятить тому, чтобы к концу жизни научиться правильно слушать пульс. Вот в этом его искусство. И большинство специалистов, они так или иначе умеют определять первый уровень. То есть определяют текущую, приобретенную, если можно так сказать, конституцию, сома викрити в первую очередь. Сома означает, что связанную с физической конституцией, не психической, не манас викрити, не с конституцией ума. И здесь же на первом уровне можно оценить так называемый пульс органов. Функциональное состояние некоторых органов, для того, чтобы провести диагностический поиск. Второй уровень позволяет оценить приобретенную конституцию на уровне ума и глубокий органный пульс. Фактически первый и второй уровень идентичны двум уровням китайской медицины. Но в китайской там три еще уровня промежуточные выделяют. Но вот два базовых поверхностно-глобокий пульс органов, вот они и есть. Дальше возникают некоторые понятия, которые специфичны только для июрведы. Это третий уровень. Субдоши. Что такое уровень? Уровень – это глубина погружения подушечки пальца над пальпирующей артерией. До степени ее пережатия, где-то на седьмом уровне, это уже практически близко к пережатию. И вот каждое погружение, как вы понимаете, оно субъективно, фактически ловит определенный уровень, который говорит о субдошах. О таких силах в организме, как ОДЖАС, ТЭДЖАС, ПРАНА, о состоянии энергетики тканей, о состоянии энергетики каналов, энергетических центров и даже о физической конституции врожденной, которая близка к генетической предиспозиции человека. Что умеет делать на сегодняшний момент ВИДА ПУЛС? Аппаратно-программный комплекс, на первую очередь программный комплекс, в мозге все в программе, позволяет оценить шесть уровней из семи. Есть попытка создания седьмого уровня алгоритма, но, как вы понимаете, это очень дерзкое заявление, поэтому пока мы не торопимся полностью не оттестировать его. Помимо того, что вы должны в трех позициях оценить семь уровней пульса, вы еще должны в каждой позиции оценить так называемые характеристики пульса. Сейчас мы о них поговорим. Но поговорим в эквиваленте близких к классическим воззрениям и в том, как мы это все можем увидеть в нашей программе. А дальше просто эксперимент. Пытайтесь пальпировать, изучайте пульс, вбить это глазами в ВИДА ПУЛСе, сопоставляйте и учитесь. Что это за семь характеристик пульса? Первый называется ГАТИ или характер движения. Характер движения пульсовой волны. Вторая характеристика называется ВЕГА. Ее, как правило, переводят понятием частоты, хотя правильно ее перевести как скорость распространения пульсовой волны. Именно так она у нас в программе обозначена. Затем идет ритмичность пульса. Дополнительная информация о качестве пульса. Его сила, близкая, но немножко отличающаяся, это напряжение и объем, температура и плотность. Единственная морфологическая характеристика, как показаны не с объемным изменением крови и динамическим колебаниям, а именно с плотностью стенки сосуда, морфологическая, это катхинья. Ее, кстати, мы тоже скоро научимся измерять, потому что ведопульс станет двупариметрическим прибором, в нем параллельно появится одновременное мониторирование пульсоксиметрии. Ну, давайте кратенько поговорим о каждой. Что говорят источники? Источники говорят, что есть характер движения пульсовой волны, который напоминает движение определенных животных. и они достаточно специфичны для доминирования той или иной доши. Мудрые говорили, что движения кобры и явки принадлежат вата доши. Движения пульсовой волны, подобно ворону, перепилу и лягушке, могут указывать на питта дошу. Движения, подобно лебеди, павлину, петуху и голубю, открывают присутствие кобхадоши в пульсе. Что это за движения? Сейчас мы научимся эти движения, ну, нету возможности, поскольку у нас дистантный семинар, мы не можем просчитывать пульс, но мы научимся видеть это глазами в нашем приборе. Самое главное назначение этой лекции – научить вас глазами вот это все, эти сложные понятия, видеть в нашем приборе. Зачем? Потому что мы не можем качественно рассчитать баланс дош без понимания этих нюансов. А зачем нам нужен баланс дош? Это конституция, потому что без знания конституции мы не можем сделать персонифицированных рекомендаций. Вот картиночка. Картиночка из известной книжки, которая наверняка есть у всех. Эта книжка называется «Пульсовая диагностика». Написал ее глубоко мною уважаемый человек Васан Клад. Книжка, к сожалению, напечатана с нарушением авторских прав, но это единственный русскоязычный источник, где вы можете почитать что-то о пульсовой диагностике с позиции именно ведической философии и аюрведок медицинских знаний. Вот там и показано, что вата-пульс связан с коброй, пита-с лягушкой, капхо-пульс связан с лебедем. Сарпа-Гати. Немножко я цитирую нашу совместную статью с Васан Кладом, которую мы сейчас публикуем в нескольких юридических журналах. Но здесь собрались люди, которые хотят снять нюансы. Об этом мы поговорим. Итак, характеристики Сарпа-Гати. Классический Сарпа-Гати это пульс, который свойственен людям с вата-конституции. Сарпа в переводе с санскрита означает пульс змеи или пульс кобры. Сарпа-Кобра-Гати это пульс. И с точки зрения описания его характера движения, он прощупывается как поверхностный, холодный, легкий, тонкий, слабый и пустой пульс. Вот они, характеристики Сарпа-Гати. Ну, просто для примера. Попробуйте поставить подушечки ваших пальцев на лучевую артерию другой руки, пощупайте пульс. И попробуйте вот в этих пульсовых толчках по подушечке пальцев рук услышать такие качества, как холодность, легкость, тонкость, слабость и пустоту. Вы скажете, но это невозможно. Возможно, если тренировать, но это очень сложно. В этом и есть изящество пульсовой диагностики. Еще характеристики Сарпа-Гати. Колебания его частые, могут становиться аритмичными. Ну, и есть точные указания на то, где он лучше просчитывается. Лучше просчитывается под указательным пальцем. Хотя последний абзац, третий, это абзац для всех. Правильно, есть нюанс, о котором знают не все, знают только специалисты, что пульс вата-доши можно на самом деле прощупать под всеми тремя пальцами проксимальной позиции. Мои слова нашли того, кто их хотел услышать. А сейчас вы видите скриншот из программы видопульс. Перед нами главный график, о котором мы уже говорили. Это кардиоинтервал. Синенький график. Что мы на нем видим? Мы видим, что колебания длительности сердечного цикла, во-первых, давайте его расшифруем еще раз, чтобы более четко понимать. По шкале абсцисс у нас показан порядковый номер кардиоинтервала. Вот всего за 5 минут мы зарегистрировали чуть больше 500 кардиоинтервалов. По шкале ординат у нас длительность кардиоинтервалов миллисекунды. И мы видим, что все кардиоинтервалы фактически варьировали вокруг одной цифры 600 миллисекунд с небольшими изменениями. Зазубринами, если издалека смотреть, то вообще сплошная линия. Вот это и есть признак сарпогати. То есть зарегистрировав кардиосигнал, ритм сердца, увидев такую структуру кардиоинтервалограммы, мы можем с очень большой уверенностью утверждать, не глядя еще во вкладку баланс, что перед нами будет человек с доминированием вата-доши. А там уже баланс-не баланс, можно смотреть по нюансам. Таким образом, есть главный критерий. Главный критерий кик это кардиоинтервалографические эквиваленты пульса кобры или пульса характерного для вата-доши. То есть те признаки, на которые мы обращаем внимание, когда мы смотрим программу ведопульс. Самый главный критерий заключается в том, что амплитуда колебания, то есть вот эти волны кардиоинтервалограммы, амплитуда колебания длительности сердечного цикла находится в диапазоне всего 50 миллисекунд. Всего. Всего это значит мало. Низко амплитудные колебания. Это главный критерий. Давайте еще раз вернемся к предыдущему слайду и посмотрим. Вот если бы взять точку минимума, точку максимума и посмотреть на оси ординат, а сколько это будет в миллисекундах, это не должно превышать 50 миллисекунд в пределах этого диапазона. Есть еще дополнительные критерии, которые могут указывать на пульс кобры. Что это за критерии? Их называют малые критерии, но они очень важны. Таким малым критерием является средняя длительность сердечного цикла. Средняя длительность должна быть в диапазоне менее 700 миллисекунд. Смотрим обратно на нашу картинку. Вот 700 миллисекунд, а наша кардиоинтервалограмма находится в диапазоне меньше 700 миллисекунд. Вот еще один признак, который указывает на то, что это будет вата-конституция. И алгоритм это учитывает. Идем дальше. Еще один малый признак это скатерограмма. Многие из вас говорят, зачем нужна скатерограмма? Вот одна из надобностей. расчет конституции. Посмотрите, облачко скатерограммы похоже на мелкую-мелкую точку. сжатое облачко. И это облачко имеет тенденцию к движению в нижний левый угол по диагонали. Это есть еще дополнительный второй критерий, который указывает на конституцию. Таким образом, в настоящий момент времени мы провели распознавание образов кардиоинтервалограммы и в ближайшее время в программе дополнительно к имеющимся критериям появится описание характеристик пульса гати, которые необходимы для понимания конституции. У вакадоши есть дополнительные признаки, дополнительные пульсы. Это пульс пиявки и пульс червяка. Вы видите соответствие на санскрите. Пульс пиявки. Чем он отличается от пульса кобры? Пульс кобры он красивенький, ровненький. Плечи гистограммки симметричные. Пульс пиявки асимметричный. Смотрите, с кошем возникает эксцесс так называемый. И это подобно тому, как пиявка высасывает кровь. То есть она сделает усилие мышечное, пошли перистальтические изменения определенные. Кобра ползет изящно, идеально симметрично. Здесь симметрии нет. Вот если вы видите такой пульс проявления кардиоинтервалограммы в виде динамики длительности, каноны очень четко говорят о том, что это состояние связано с тем, что пита попала в ракту, в кровь. Кровь разносит организму питу, доставляет ее в костную ткань астхи тхату. В современном языке речь идет о артритах и часто подагре. Джалаву кагати или пульс пиявки это пульс человека страдающего артритом. То есть вы посмотрели кардиоритмограмму либо вы прощупали пульс и вы в принципе можете уже указать на некоторое состояние патологическое. Пульс червяка отличается от пульса пиявки и от пульса кобры тем, что он еще более низкоамплитудный и такое ощущение, что между интервалами возникает как бы отсутствие пульса. Вот видите, я показываю отсутствие пульса. Это пульс, который связан у человека с ватоконституцией с паразитозом. И у ваты, и у пит, и у капхи есть паразитоз. Это достаточно специфичный признак паразитоза человека с ватоконституцией. Пульс характерный для пита души. На санскрите называется манду кагати или пульс лягушки. Обратно если мы возьмем описание то, которое канонически дается, то его характеризуют как полный такими сильными толчками, которые очень хорошо ударяют подушечки пальпирующего пальца горячий с высокой амплитудой хорошим наполнением и значительной силой. Вот классическая характеристика пульса пит души. Лучше он просчитывается под указательным пальцем, но это для тех, кто только начинает изучать пульсовую диагностику пальпаторную. Правильно, он может просчитываться под любым из пальцев в средней позиции. Теперь давайте посмотрим, а как мы это можем увидеть в нашей программе. Смотрим на кардиоинтервалограмму и мы уже видим с вами волны изменения длительности сердечного цикла значительно более высоко амплитудные. Больше чем 50 миллисекунд. Тут даже больше 200 миллисекунд есть волны колебаний. Так вот, главный признак того, что это пульс ПИТ и ДОШИ, основной критерий это колебание длительности сердечного цикла, если мы говорим о кардиоинтервалах графических критерий, выше, больше 150 миллисекунд. Дополнительные критерии. Дополнительным критерием относится то, что пульс для ПИТ и ДОШИ находится в диапазоне от 700 миллисекунд до 900 миллисекунд плюс-минус пару копеек. Вот в этом коридоре значений характерен пульс, классический пульс для ПИТ и ДОШИ. Внизу, кстати, видите соответствие конституции именно для этой карточки, для этого человека. И дополнительный малый критерий это расположение скатерограммы. У скатерограммы мы видим облако, облако. Оно расположено в центре. Вот такое расположение облака в виде беретина центральной позиции также свидетельствует о том, что это пульс характерный для человека с ПИТ и конституцией. Помимо пульса лягушки или мандо-кагати у ПИТ и есть и дополнительные пульсы, которые могут отражать патологическое состояние. В частности пульс перепела. Как у нас перепел поет или так уют, как говорят охотники, пропоет становится, пропоет остановится и пульс. Вот вы его слышите, щупаете, а потом такое ощущение, что вы его не слышите. Снова слышите и снова нет. Это тоже имеет кардиоинтервалографическое отражение. То есть вы будете видеть хорошие волны, а затем низкие волны, которые как бы превратят. Это не значит, что сердце не бьется. Оно бьется, но в этот момент ригидно. И пульс в этот момент будет прощупываться в виде такого слитого отсутствия пульсового толчка. Отражает определенные проблемы, связанные с простатой и цирлицитом у женщин. Так говорят шастры. Пульс куропатки. Пульс куропатки характеризуется тем, что классически, если мы берем мандукагаки, высокоамплитудный пульс, он такой симметричный тоже. У пульса куропатки появляется скошенность, вот такое плато. То есть симметрия уходит с правого плеча гистограммы, появляется плату на пульсовых толчках. И пульс куропатки по амклитуде, по миллисекундам, колебания, если мы говорим, длительность вечного цикла, он будет высокоамплитудный, больше, чем у мандукагаки. Это пульс, характерный для человека с язвой желудка. Причем, чем более выражен этот пульс, тем активно протекает процесс. Еще, что мы можем с вами увидеть глазами в приборе и найти соответствие к классическим канонам. Пульс ворона. Это энтерит, очень бурное воспаление, как правило, связанное с бактериальным обсеменением максимальных отделов тонкого кишечника, двенадцатиперстной кишки и желудка. Это может быть гастроэнтерит в силу некачественной пищи. у человека проявляется это тем, что появляется пульс вороны. На санскрике как агати называется. Мандук агати он закончится вот здесь, я показываю указкой. Смотрите, пульс вороны он как бы получает дополнительный толчок. И затем снижение. Вот здесь должен мандук агати закончиться, но появляется дополнительный толчок. Вот как сердце изменяет свою деятельность, формируя фенотип пульсовой волны таким образом, что это состояние характерно именно для энтерита, ведь это накопленный опыт эмпирический столетиями и тысячелетиями. Но вопрос к физиологам, биофизикам, как сердце может это модулировать, формируя специфические черты. Если мы ответим на этот вопрос, это будет грандиозное открытие. И пульс характерный для капха-доши, хам-сагаки. Обратно же, попробуйте своими пальцами прощупать такие характеристики, как медленный, ну, можно еще медленный, волнистый, в принципе можно, прохладный или подобно плывущему лебеди. насколько нужно обладать чувствительным стереогнозисом. Стереогнозис это способность к пространственному развлечению в двух точках подушечки пальца. Есть люди, которые очень хорошо распознают, если вы возьмете циркуль, сблизите две ножки, у некоторых людей укол сливается в один, это есть способность к стереогнозису на близком или более удаленном расстоянии. Это надо развивать в себе. Пульс хамса гати можно увидеть и в проекции кардиоинтервалограммы. Первый признак, главный признак, обратите внимание, это ампелебаги. Не соответствие длительности сердечного цикла, как хотелось бы, с привязкой к ЧСС. Потому что большинство думает так, что для капха ДОШ ЧСС должна быть ниже 60. Согласен, но не всегда. Для ПИТ и ДОШ где-то в диапазоне 65-75-80. Да, но обратно не всегда. А для ВАТ и ДОШ выше 85. Верно, но есть нюансы. Вот чтобы научиться видеть эти нюансы, мы сейчас с вами разберем три классических курса. И некоторые патологические. Потому что у люди очень сложные существа. И никогда не бывает такого ярко, чисто выраженного типа. Очень много наслоений. Все три ДОШ в нас присутствуют. И они могут содоминировать. И мы должны увидеть эту супер позицию, либо услышать пальцами рук, но это сложно. Нужно становиться монахом, лет энноцит, посвятить себя этому. Но мы в реальных текущих условиях жизни находимся. Давайте видеть это глазами. Пульс хамс агати. Смотрим. Главный признак он соответствует тому, что амплитуда колебаний длительности сердечного цикла не превышает 150, но не становится ниже 50. То есть фактически находится в коридоре значение между ВАТОДОШ и ПИТОДОШ от 50 до 150 миллисекунд. Это главный признак. Малый критерий относится к тому, что колебание длительности сердечного цикла должно быть в диапазоне выше 900 миллисекунд. еще один признак скатерограмма смещается, но уже в противоположную сторону тенденции ВАТОДОШ в правый верхний угол. Вернемся к нашему слайду и посмотрим эти признаки. амплитуда колебаний находится в диапазоне от 50 до 150 верно? Да. Дальше сами колебания находятся в диапазоне выше 900 миллисекунд. Верно? Верно. И скатерограмма смещается в правый верхний угол. Все. Увидев эти признаки, особенно там, где есть сложные дуальные конституции, вы можете говорить о преобладании капха-доши. Это классический вариант конституции. Все эти три примера заимствованы из примеров карточек, которые по умолчанию в дистрибутиве находятся. Это карточка номер 1 пита-доши, это карточка номер 2 капха-доши, это карточка номер 3 вата-доши. Посмотрите еще раз внимательно на досуге эти признаки, посмотрите презентацию, отметьте и запомните их для себя. Есть ряд дополнительных признаков пульса капхи. Пульс павлина. Этот пульс встречается у людей с гипертонией капхотипа, гипертонией, которую очень сложно лечить. Она такая торпидная, как говорят врачи, то есть плохо поддающаяся лечению фармакологическими препаратами. Вы будете видеть все признаки, которые мы выше перечислили для пульса лебедя, но верхушка, которая должна вот так продлеваться, будет как бы срезана. Такое ощущение, что павлин распустил хвост пульс увидев этот признак, вы можете предполагать, а может быть даже утверждать при наличии соответствующей симптоматики, что налицо гипертонические проявления. Пульс слона тоже интересный уникальный феномен, который формируется в внешних признаках пульсовой волны, но он моделируется сердцем и характерен для лимфатических отеков. Это состояние связано с капходошей, если быть более правильным, это состояние связано с нарушением функции аваламбака капхи и проявляется это тем, что возникает пульс слона. Вот это как голова слона и посерединке есть ложбинка. Если вы голову слона как будто сидите на нем, вы будете видеть вот такую ложбинку между двумя полушариями и черепной коробки. Как это биофизически формируется? Никто пока не может ответить на этот вопрос, но этот факт, если мы видим этот пульс, мы предполагаем нарушение аваламбаки с лимфатической недостаточностью. Ну и мы говорили о патологических пульсах, о пульсах связанных с ярким доминированием одной из дождь. Давайте поговорим и о идеальном пульсе. Этот пульс называется падмагати. Падма это лотос. Это пульс, который по своим характеристикам ближе к апхадоши по амплитудным характеристикам в первую очередь. Но по проявлению длительности сердечного цикла он может находиться в широком диапазоне от 600 до 1000 миллисекунд. Потому что все равно у человека есть тенденция к преобладанию той или иной доши. И вот это состояние характерно для так называемого три-доша-баланса. То есть когда не дуальное, а именно появление дош находится близко в состоянии равновесия. когда вы пальпировали свой пульс наверняка у большинства из вас был подмогатель. Я прав? Так. Другие характеристики. Есть люди, наверное, спиток институции, которые любят правду, и Светлана сразу написала нет. Ну, понятно, что все мы несовершенны. Итак, еще одни характеристики, которые на сегодняшний момент внедрены в алгоритм расчеты конституции. И я вам даю ключ к чтению этих алгоритмов. Вега. Считается, что скорость пульса или частота, чтобы было понятно, она определяется, она управляется рядом субдош. Это прановаю, Ивьяна Ваю. Кстати, коллеги, скажите мне, как у вас теория по субдошам? Нужно ли сделать интерпретацию по субдошам с точки зрения клинической физиологии и понимания того, как это можно использовать, в том числе в подборе индивидуальной фитотерапии? По вашим откликам, да, понимаю ситуацию. Хорошо, я думаю, в ближайшее время я сделаю такую лекцию и Нина зафиксировала это состояние, у нас было обсуждение, как раз, что планировать на феврале, может быть, мы одну из тем заменим как раз на субдош. Итак, признак того, что это вата пульс, если ЧСС выше 80, мы уже об этом говорили, признак того, что это питопульс, если ЧСС находится в диапазоне 70-80 ударов в минуту, и признак того, что это капкопульс, он должен снижаться ниже 60 ударов в минуту. Собственно говоря, достаточно просто рассчитываемый индекс, но мы его рассчитываем на основании длительности сердечного цикла, потому что кардиоинтервал графическим эквивалентом понятия Вега является как раз наш любимый показатель это РР нормал-нормал или средняя длительность нормального кардиоцикла. Мы уже знаем, где этот параметр можно взять, мы его берем из вкладки гистограммы и вы можете посмотреть, что если длительность сердечного цикла ниже диапазона где-то 750, тем более 650 миллисекунд, это примерно соответствует частоте 80-95 ударов в минуту. Мы с вами должны говорить о том, что это признак к тому, что существует доминирование вата-доши и включаем это в алгоритм своего анализа. Как мы это видим на гистограмме? Посмотрите, самый большой мы уже этот слайд с вами показывали столбец гистограммы соответствует длительность сердечного цикла где-то 575 миллисекунд. Четко может указывать на то, что здесь перед нами человек с ватой конституцией. Вот вега отражающая пита-нади, то есть пульс пита-доши. Мы видим, что диапазон RR-интервала должен находиться в коридоре 750, в среднем 750 миллисекунды в чистом случае. Вот смотрим, 750 миллисекунд здесь, 850 миллисекунд здесь. Пик гистограммки попадает в зеленую область между этим коридором, это характерно для пита-доши. Ну, вот карточка номер 1, если вы ее откроете, посмотрите гистограммку, как раз на это будут указывать. Дальше. капхо. Для капхи частота должна быть выше 80, 850, 900 миллисекунд. Это примерно будет соответствовать частоте сервисных сокращений в 50-60 ударов в минуту. Гистограмма смещается вправо, смотрим, пик приходится где-то на 1075 миллисекунд. Можем смело предполагать, пока не утверждать, потому что несколько признаков их сочетания могут немного сдвинуть ситуацию. Потому что бывают дуальные состояния, например, вата-капха или капха-вата. И тогда ряд признаков могут говорить за капху, а ряд признаков могут говорить за вату. Но мы сейчас с вами разбираем чистые варианты, чтобы хотя бы для себя их утвердить, а затем уже смотреть более сложные моменты. Следующая характеристика называется ритмичность. На санскрите она звучит как тала. Это тала это фактически функция, которая привязана к некоторым субдошам. В первую очередь вьяна-вайю, потому что она является тем импульсом, который задает движение. оно моделируется с удовольствами прану, а валамбака и садхака. Что это такое? Это ритмичность чередования пульсовых волн, в нашем случае это ритмичность чередования кардиоциклов. И если эта характеристика ригидная, динамично слабо изменяемая, это характерно для человека свата конституции. А для питой капка характерна так называемая уравновешенная тала, тогда четко выражена ритмичность. Какой параметр в данном случае может отражать в кардиоинтервалограмме этот признак? Параметр, который называется CDNN. Вы его сможете увидеть только во вкладке статистиков в таблицах, которые туда генерируются после обследования. Этот параметр называется среднеквадратичное отклонение длительности рэр-интервала. Изменение длительности рэр-интервала или дисперсии рэр-интервала. Фактически квадратный корень из средней длительности рэр-интервала. Математически классически применяемый для того, чтобы оценить степень разброса или дисперсии. И вот для человека свата конституции ТАЛА будет обладать характеристикой кардион-траво-графической в менее 30 миллисекунд. ПИТА у вас более 45 миллисекунд. И КАПКА примерно в промежутке между ВАТО-ДОШИ и ВАТО-ДОШИ. Таким образом мы рассчитываем эту характеристику, которая дополнительно помогает нам оценить. Ну вот смотрим наш пример уже с ВАТО-ДОШИ, который мы оценивали по характеристике ВЕГИ. Смотрим табличку из вкладки статистика CDNN 11.6. Все практически очень четко отражает. Дальше смотрим ПИТА-ДОШИ. ВЕГА. Давайте посмотрим. Средняя длительность 763 соответствует ПИТА-ДОШИ. Ну, собственно говоря, баланс очень четко у нас на это указывает. ТАЛА больше 45, в данном случае 60. Четко указывает на то, что уравновешенный пульс, соответствующий ПИТА-ДОШИ. КАПКА-ТАЛА. CDNN. Смотрим, да? В промежутке между ПИТА и КАПКА-ДОШИ. Указывающий на то, что тоже уравновешенный пульс, характерный для КАПКА-ДОШИ. СИЛА ПУЛЬСА. СИЛА ПУЛЬСА – это сила, с которой вы ощущаете пульсовой толчок по своей пальчике рук. Соответственно, допустим, чтобы прощупать силу пульса у человека с ватоконституцией, вам достаточно небольшого давления, чтобы ощутить, что пульс практически пропадает. У вас пульса очень слабая балла, слабая сила. В то же время, допустим, у ПИТА-Конституции этот толчок очень сильный. И вы его будете ощущать. Ну и пульс ПИТА-ТИПА очень сложно перепутать. Исключение составляет гипертония КАПКА-ТИПА. Вот здесь есть дифференциальные особенности. Какие есть кардиоинтервалографические эквиваленты этого признака, который сейчас включен в алгоритм анализа, и он выводится во вкладке «Баланс». Это параметр, о котором мы уже сегодня говорили в расчете некоторых форм. Вариационный размах эквивалент этого понятия есть во вкладке «Гистограмма». Называется он «МХДММ». То есть это разница между максимальным значением длительности сердечного цикла, РР-максимум, и минимальным, РР-минимум. Получается вариационный размах. Так вот, для человека с аватой конституцией вот этот традиционный размах менее 100 миллисекунд. Для человека с капотой конституцией 100-175, и спито выше 175 миллисекунд. Если мы вернемся к предыдущим слайдам, мы не будем сейчас их все пролистывать, просто посмотрим пример, да? Вот, смотрите, «МХДММ» – 148 миллисекунд. Еще раз повторяю, все эти вкладки вы можете посмотреть у себя в примерах номер 1, 2, 3, которые по умолчанию заложены в любом дистрибутиве, когда вы его устанавливаете. И не сносите эти карточки, потому что очень часто в своих статьях мы к этим карточкам апеллируем, они такие эталонные примеры по некоторым параметрам, которые требуют вашего внимания. Ну и чтобы с этой лекцией закончить и немножко дать вам отдохнуть, налить очередной стакан чая, давайте быстренько пробежимся по другим характеристикам, которые мы сейчас еще не рассчитываем, но в ближайшей перспективе рассчитываем так называемый параметр, который называется окрути или напряжение. Мы его будем рассчитывать после того, как к прибору подключим пульсоксиметрический датчик. Затем это параметр топомана. Вот, кстати, что касается топоманы, то если вы обратили внимание на вкладку «Баланс», то мы рассчитываем таких три понятия, как вишама-агни, джата-мандо-агни и тикшна-агни. То есть это состояние метаболизма или огня пищеварения, которое указывает на его силу. Когда речь идет о температуре пульса и топомане, фактически вот этот критерий выводит нас на эти понятия. Пульс вата типа, он холодный, и он связан с неуравновесием, в том числе и огня пищеварения. Поэтому его называют вишама-агни, неустойчивый огонь пищеварения. И когда вы создаете лечебный фитосбор, один из компонентов, включающийся в лечебный фитосбор, должен обязательно действовать на огонь пищеварения. Мы об этом еще поговорим сегодня. Питадоша. Он горячий пульс, но в некоторых случаях настолько горячий, что его называют тикшна-агни, то есть огонь, который обугливает пищу, то есть настолько мощно влияет ферментами на нутриенты, которые поступают извне, что фактически как бы в кавычках обугливает их. Ну и капха от теплого до прохладного пульса. С характеристикой речь идет о состоянии мандо-агни, о вялом огне пищеварения. Огонь пищеварения очень важная характеристика. Вы получили в руки фактически такой мощный инструмент к тому, чтобы оценить баланс той точки приложения, на которую вы, все устремления натуропатов нацелены. Потому что Васанклав, когда начинает учить своих учеников искусству лечения пациента, он говорит так, если вы сможете повлиять на огонь пищеварения, вы добьетесь результата. Если вы не сможете это сделать, вы не добьетесь результата. Потому что именно через этот, эту дверь вы можете вторгнуться в пределы организма. Берите, используйте этот инструмент. И катхинья. Катхинья – это плотность сосудистой стенки. В ближайшее время мы ее научимся рассчитывать через скорость движения пульсовой волны, когда у нас появится обратно же двухпариметрический кардиоинтервал. Еще раз, коллеги, настойчиво. У кого нету книжки? Пульсовая диагностика. Рекомендую ее приобрести. Поищите ее в интернете. Одно время мы закупали большую партию, но вся она разлетелась. Мими можно уточнить, что это на остатках осталось или нет. Но даже если нет, поищите ее в интернете. Пусть она станет у вас одной из любимых настольных книг, которая будет возить вас в азы пульсовой диагностики. Ищите эквиваленты в нашем приборе. Я надеюсь, если, как говорится, Всевышний нас услышит, то в этом году Басанклак может приехать к нам в Россию с семинаром. Но если это произойдет, это будет в Москве. Ориентировочная дата его приезда согласована на сентябрь-октябрь. Но есть ряд обстоятельств, которые может вмешаться. Поэтому мы сейчас не анонсируем это событие. Я пока просто говорю о том, что такая вероятность существует, когда может быть ситуация, когда вы получите информацию из первоисточника. Он уже обозначил тему семинара. Она будет называться «Ваша конституция. Как ее определить?» Он будет говорить о Витвике и Пракате. Я думаю, это будет всем интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!